Мы с вами остановились на характеристиках отряда примаков, орто-примаков. И выделили две важнейшие вещи. В связи с древесностью у всех примаков формируется хватательная конечность и бинокулярное зрение. Бинокулярное зрение – это такой вариант построения зрительной системы, когда оба глаза смотрят в одну сторону. То есть предметы рассматриваются двумя глазами сразу. Лошадь или собака – так сделать вообще не могут. Глаза у них на каких поверхностях головы? На боковых. Поэтому не перекрываются поля левого глаза и правого глаза. Что дает наш вариант? Какие особенности возникают при бинокулярном зрении? Прошу. Можешь точно оценить расстояние? Да, в глубину. Расстояние в глубину до объекта. Объемное зрение. Теперь посмотрим. Тут у нас есть кролик, вид сверху. Я смотрю сверху на кролику. На его голову. Вот так. Вот его голова. Вот его нос, усы, уши. Сам кролик нас не интересует. Нас интересует вот что. А где глаза у кролики на голове? А вот здесь. На самых выступающих частях черепа. В результате, что может видеть кролик, не поворачивая голову? Ну, почти все. Давайте смотрим. Он может вот так развернуть глазной яблоко и увидит все вдоль вот этой вот оси. А почему вот здесь предмет он не увидит? В этих глазах. А ему щеках мешают. Щеках. Хорошо. А если он назад развернул глазик? А ухо приподнял? Доль вот этой оси он всем видит. В результате, все предметы, которые вот так вот, он видит не поворачивая головой. Для второго глаза как? Ровно так. Легко ли подкрасться к кролику так, чтобы он не заметил? Крайне трудно. Это надо строго по прямой идти либо точно сзади, либо точно спереди. Причем, не дай бог, повернет голову хоть на небольшой градус. Вас тут же увидят. Теперь смотрю на человека точно сверху. Вот у человека нос так вот, вот у человека уши. Глазные яблоки на самом деле крупные органы. Ведь на поверхности головы только совсем маленькие секторы между веками. Вот положение глазных яблоков. Теперь давайте смотреть. А что видит человек, не поворачивая головой? А человек под этим лоиском видит все предметы, находящиеся с этой стороны. На этой оси это все он увидит. А если он в эту сторону развернет глазное яблоко, то все предметы, находящиеся вдоль вот этой оси. Вопрос. А собственно лук он увидит? Нет. Мешает вот эта часть височного костя. При втором глаза, совершенно та же самая картинка. Не поворачивая головой, человек видит только вот эти предметы. Вопрос. А какую зрительную систему иметь безопаснее? Зрительную систему кролика, декаса, лошади? Или зрительную систему человека, обезьяны? Конечно, кролика безопаснее. Вопрос. А тогда с какого это перепуга наши предки утратят исходную безопасную систему, а исходную у всех млекопитающих глазах не должно быть? С какого перепуга глаза съехали? Прошу. Ну потому что человек начал охотиться, он двигает, и не нужно было точно обстоятельства жертвовать, а минус самого малого уже подпадал. О! Скажите, пожалуйста, а лемуры много охотятся на других? Или обезьяны гверецы, которые питаются только листьями? Или обезьяны гелады, которые питаются только травой? А глазницы у них как? Ведь это признак не только человека, но и всех приматов. У всех приматов глаза съехались к носу. Прошу вас. Я бы лучше оценивать состояние того, что это то ветки, или это спец, а то... Отлично. Конечно, древесный образ жизни. Представляем себе, кролик бежит по своей степи. Вот он бежит, бежит. И расстояние в длину следующего прыжка он не рассчитал на 7 сантиметров. Ну и что будет с кроликом? У него ошибка 7 сантиметров. В оценке длины прыжка. Ну, в худшем случае споткнется. Ну, нос разобьет. Классно. А перебезьяна прыгает с ветки на ветку на высоте 6-го этажа. И у него ошибка 5-7 сантиметров. Результат. А результаты он больше не прыгает. Для кролика возможность посмотреться по кругу. Возможность осмысленная. Он живет на открытых пространствах. На открытых пространствах можно смотреться, увидеть там все вокруг себя. Ну, а теперь, представьте, вы залезли на дерево, сидите там где-то в кроне. Вопрос, далеко ли вы видите? А вы видите до первой ветки. Так что, никаких особых преимуществ панорамное зрение для обитателей древесных крон дать не может. У них зрительная картинка перекрыта. Это еще давным-давно было. При возникновении самой группы примата. Орда приматес. Стали выигрывать те мутантики, у которых глазницы оказывались сближенно, сближенно, сближенно. Увеличивался сектор бинокулярного видения. Понятно, что все предметы, которые попадают вот в этот центр, штрихую, вы видите двумя глазами сразу. Причем, каждая глазная яблока разоржена под своим углом. Вот здесь вот это. Легко понять, что это с продрессами мутантиками. А их мышцы разворачивают. Как глазки? Глазки-то крутятся. Мышцы разворачивают. Глазодекитные мышцы. В схожилие каждой мышцы стоит рецептор, который говорит, меня растянули вот на сколько. В результате нервная система имеет информацию о том, на какой угол повернут каждый глазок. Ну, у кого-нибудь из присутствующих тригонометрия началась или нет еще? Ага, ура. А если вы имеете информацию касательно углов... Вот я строю треугольник, да? Да? У меня есть информация касательно вот этого угла, вот этого треугольника. Вопрос. Могу ли я рассчитать вот это расстояние? Без проблем. Без проблем. Вот это расстояние у нас фиксировано, мы его знаем. Оно, знаете, не меняется. От зрачка до переносится. У нас в мозгах работает автоматическая машинка для исчисления синусов, катангенсов, арксинусов и так далее. Все это совершенно необходимо для ориентации в пространство. Вот это немножечко пробинокулярное зрение. Продолжение следует...